Вдруг у меня не получится записать, мы с тобой поговорим и у нас все в пустую, что тогда делать? Вскрытие покажет. Раз, два, три. Девочки и мальчики привет всем. Я даже не знаю что сказать, у меня на канале такой гость, честно говоря, которого я уговаривала, наверное, год, чтобы он появился на моем канале. И вот наконец нам всем повезло. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на наших обоих каналах, собственно, на твоем и на моем, поэтому подписчики у нас есть много общих и это прикольно, поэтому всем привет. Я тоже рад тебя видеть, Наталья. Итак, ну все, давайте мы с вами начнем серьезно разговаривать, потому что сегодня я Максу буду задавать вопросы, то есть у меня будет сегодня interrogation, по-английски это interrogation, то есть как по-русски называется, когда вопросы задает следователь? Было, не было, а интервью? Нет, не интервью оно называется. Допрос? Ну типа допрос, оно еще как-то по-другому называется, ну ладно. Так, Макс, ну я не знаю, у меня, наверное, не будет каких-то таких уж очень смешных, веселых тебе вопросов, но мы с тобой давно не делали видео на моем канале, давно не делали интервью. Вообще расскажи хоть вообще всем, как ты живешь? Я знаю, что целый год, вот целый год, по крайней мере, вот пока вот это вот ужас идет в мире, да, мы с тобой не делали интервью ни разу. И после того, когда у тебя... Нет, в инстаграме мы делали, а потом... Ну это... Ну я знаю, что после той сумасшедшей жизни, которая у тебя вот была, эти концерты, все, вот это вот резко вот так все оборвалось, да, и у тебя началась... В один день 11 марта. Да, я помню 11 марта. Предпоследний раз ты был в Риге, там моя сестра приходила на концерт. В Риге я был 6-го, 9-е... Помню даже число. И 11-е, Киев, и все, мы вернулись. И он пригласил, дал возможность, так скажем, побыть на концерте моим родственникам в Риге. Паренье, тетеньке Али моей, которая, значит, там просто обалдели от этого. И все, и все рухнуло у тебя, да. У меня та жизнь как была, так она и как бы вот... Ну я... Еноты только появились у меня. Которую ты издеваешься, да. Да, от которой я издеваюсь. И... А у тебя вот так вот раз и все. Как у тебя вообще жизнь? Что ты вообще делал? Расскажи, как у тебя жизнь на канале? Тревожит ли тебя... Те, кто мог тревожить? Или наоборот? Я не знаю. Я не хочу говорить именно тот, кто и чего, но... Ну расскажи нам что-нибудь. Да... На самом деле год как-то на самом деле пролетел быстро, мне показалось. Несмотря на то, что он был ужасный и рухнуло все в один день. Но спасение было наших всех. Ютуб. Ютуб... В принципе, первые полгода еще ничего как-то оно шло и по просмотрам, и какой-то был... Еще мы не осознавали все, наверное, серьезно, мне казалось как-то. Но вот как раз буквально я еще где-то осенью пришел к тому, что нужно создавать был второй канал. Потому что, к сожалению... Или к счастью... Нет, сначала это было к счастью. Я набирал подписчиков, просмотров, потому что была сумасшедшая активность, работа, концерты с Димашем Кудайбергеном. Ну как бы всегда думаю, что многие его знают, и у тебя, наверное, уже, у меня так тем более. Да. Вот. И все. И люди, конечно же, приходили смотреть на него, ко мне на канал, и большинство ради него. Вот. Но так как его не стало, и концертов у нас не стало, и мы не виделись... Но до сих пор задают один вопрос. Где Димаш? Да, да. Это вопрос уже просто, да, до смешного, конечно же. Где Димаш? Весь год спрашивали меня, где Димаш? Да. Где Димаш? Чем он занимается? Что он сейчас делает? А есть ли у него девушка? Вот. Ну, всякие такие вопросы. Вот. Ну и, в общем, я пришел к тому, что я хочу, захотел разделить как бы аудиторию, те, которые пришли на Димаша, и дай бог, что если у нас еще будет работа, и новая волна, и, конечно же, он появится на канале. И свою аудиторию, которым интересен я. И вот буквально 1 апреля, это была не первая апрельская шутка, я открыл свой другой канал, вот, где, ну там, конечно, сейчас пока страсти кипят, бурлят, потому что кто-то не может понять зачем, хотя я подробно объяснил зачем и почему я это сделал. Но, в самом деле, некоторые не понимают. Вот. Но я, на самом деле, рад. Пусть у меня там будет 5, вот сейчас 5 тысяч подписчиков, пусть будет 10 тысяч, и столько же примерно просмотров. И мне как-то, я не знаю, то ли спокойнее, то ли как-то, я не знаю. Но название ты решил оставить то же самое почти, да? То есть, crazy. Да, я долго думал, кстати, я задавал вопрос своим подписчикам, какое название, как только и Старичок ТВ, и Холостяк ТВ, и Жизнь там по максимуму, максимально по жизни, и как только там, в общем, море было названий, и я решил, что... У меня там кто-то, на самом деле, из подписчиков посоветовал, такой умный совет дали, что Макс, не распыляйся с именем, у тебя уже есть имя, менять его нет смысла. В поисковике, когда люди будут забивать Crazy Max, будут попадать на два твоих канала. Да. И смысл ты назовешь, говорит, другим, а люди не будут понимать, кто где. Поэтому я назвал его Crazy Max, и как бы такой вот лайф. Ну и правильно, очень хорошо. Ну что, мы с тобой приступим к вопросам, у меня тоже к тебе есть вопросы, и вообще вот я увидела на сайте вопросы, они, знаешь, как называются? Вопросы, которые изменят вашу жизнь. Так вот, я хочу посмотреть, изменю ли я твою жизнь вообще сегодня, или это все? Да, ну, давай попробуем. Давай попробуем. И вопросы, они, конечно, не смешные, я так поняла, что ты мне каверзные какие-то приготовил. У меня смешные. Ты же ведь вроде как друг мне, поэтому я, конечно, ожидаю у тебя очень дружеских вопросов. Ага. Так, и я вот буду, давай вот первый вопрос. У меня серьезные вопросы, на самом деле, и поэтому смеха у меня достаточно на канале, уже сказали, хватит обезьяничать в таком возрасте, и поэтому мы... Однажды мои очки читальны. Так, первый вопрос. Нравится ли вам тот человек, с которым вы стали, Макс? Которым я стал? Да. С годами все больше и больше нравлюсь. Ну, мне, пожалуйста, пояснение, чем ты себе нравишься? И что бы ты в себе изменил, допустим? Во-первых, конечно, два года назад я сильно изменил свою жизнь и себя внешне. Минус 35 килограмм за два года, поэтому, конечно, я сейчас себе нравлюсь. Я стою перед зеркалом, но любоваться не могу. А что внешне? А твой характер? Характер? Ну, характер у меня всегда был непростой, несмотря на то, что все думают, что я такой вот прямо веселый, позитивный. Ну, на самом деле, мы все с характером. Так, алло, 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 не начинай. Ты тоже непростая штучка. Вот. Поэтому, ну, всякое бывает. Но я бы изменил, ну, что бы я в себе, не знаю. Наверное, все-таки еще больше какой-то уверенности, наверное. Потому что бывает часто неуверенно. Мне все будут постоянно говорить, Макс, прекрати извиняться, прекрати то. Ты все правильно делаешь. Иди, если ты решил, иди прямо до конца. Вот этого мне не хватает. Но с годами я это приобретаю. Молодец. Классно. Можешь задать второй вопрос? Нет, нельзя. Нет, я думаю, может, ты еще не закончил просто. Не-не-не, пожалуйста, пожалуйста. Так. Я считаю, что нужно вопрос, ну, коротко, не уходить глубоко куда-то. Нет, ну, подожди. Ну, у меня вопроса не да, нет. У меня вопроса именно так. Второй вопрос, он очень странный, на самом деле. Очень странный. Я не знаю, готов ли ты к нему, но ты должен на него ответить, да? А я имею право просто сказать, я не хочу отвечать на эту вопрос? Ну, это не такой вопрос, на который ты так скажешь. Вообще. Молодец. Можешь, да, можешь, можешь. Это вот ты будешь сжигать конверт, как у Леры Кудрявцевой, да, имеется в виду? Секретно, миллион. Второй вопрос, это как ты думаешь, что скажут люди о вас на ваших похоронах? Это жизнь, и мы когда-то все умрем, и вот что ты думаешь, скажут люди о тебе? А что думаешь, будут что-то у нас еще опасно? Суждать меня будут? Я не знаю, но вот как ты думаешь, вот представь себе, ты стоишь рядом с теми людьми, которые стоят на твоих похоронах, и что ты думаешь, ты услышишь от них? Хороший он был человек. Кто же нам будет показывать теперь про Димаша? Да, 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 а как же так, а? Нет, но я думаю, что... Я надеюсь, может быть, дай бог Димаш будет среди них стоять. Нет, но я все-таки думаю, что мы представляем твои похороны уже в почтенном возрасте, а не сейчас. На самом деле, вот знаешь, многие говорят, что никто ко мне не приходите, не надо, похороните меня скромно, там у меня вообще знакомые были, сожгите меня прах, развейте. Я так не хочу. Я не, во-первых, сразу хочу предупредить, мало ли, если я первый. Ты хочешь, короче, свадебное платье? Нет, что я не понимаю кремирование. А я, наоборот. Не люблю. Да? Я нет. Я тебе объясню, почему. Почему? У меня есть это объяснение. Потому что, во-первых, я запомнил слова своей бабушки Васильевны, Царство Небесное, которая сказала, что я что, не заслужила лежать в земле? Ну там у тебя червяки будут есть, вот это для меня ужасно. Ну и пусть покушают, господи, всем праздник будет. Вот, это раз. Во-вторых, ты уверена, что когда кремируют, что тебя одну вот кремировали, все, что осталось, сложили и тебе отдали. Подожди, ты потом это можешь проверить. Во-первых, это же всех в одну кучу, и потом поровну всем разделили. Ну ладно, мы с тобой вообще не в ту тему ушли. Я тебя спрашивала, что скажут тебе люди на похоронах. Вот я знаю, что бы я тебе сказала. Да откуда я знаю? Нет, вопрос странный. Вот это я тебе могу сказать. Что ты обо мне скажешь на похоронах? Нет, это мой вопрос. Я, допустим, сказала бы, что он очень был хороший сын. Вот это вот я хочу тебе сказать. Вот для меня это такой огромный показатель. Конечно, я уверена, что у тебя с мамой бывают и стычки, и там разногласия, как у всех, да? Но в целом ты настолько хороший сын, и вот каждый день рождения ты это делаешь, и праздник. А это ты потому что сравниваешь со своим сыном? Наверное, да, конечно. Я тоже мама, и у меня тоже сын почти твоего возраста, и поэтому, конечно, он у меня другой. И я знаю, насколько ей это приятно. Танечку я очень люблю, твою маму, да, и знаю, что, конечно, это дорогого стоит, когда сын звонит маме, и даже в видео, даже в прямых эфирах ты все время ее упоминаешь, говоришь, да, мам? И это так классно вообще, я это обожаю. Только, наверное, поэтому я с тобой дружу. А, да? Нет, ну, на самом деле... Ну, я думаю, что такое же мнение у моих друзей, которые тоже бывают, мы все разные, мы все... Конечно, да. В любом случае, у меня, я горжусь своими друзьями, у меня их немало, но и немного, но они у меня есть, и я прям реально, мне повезло с друзьями. Я надеюсь, что они плохого обо мне не скажут. Потом, я бы, конечно, сказала, что вот ты у нас такой СССРовский, да? Почему СССРовский? Потому что у тебя есть мораль. У тебя есть мораль, ты не будешь ради контента делать всякий трэш настолько, чтобы опозориться, да? Ты думаешь о том, что это увидит твоя мама, это увидит твои друзья, да и вообще я не такой человек, чтобы это делать, даже если никто не увидит. Это я знаю тоже, поэтому я тоже придерживаюсь таких принципов, поэтому мне очень это нравится. Ты знаешь, в последнее время на Ютьюбе уже чуть ли что не делают, вообще что не делают только для того, чтобы получить просмотры, я считаю, что это неправильно. Поэтому вот мне нравится в тебе это. И я бы вот это вот, конечно, сказала на похоронах. Про Ютьюб, да? У нас, знаешь, в Америке, как делать похорона, у нас стоит, значит, гроб, да, в церкви, и каждый выходит и в микрофон что-то рассказывает, историю про человека, который лежит в гробу. Там кто-то, и обязательно смешные истории, все смеются, кто-то рассказывает, как они познакомились, что-то рассказывает там что-то. Я бы вот взяла микрофон, допустим, вышла бы и сказала, как мы с тобой познакомились, и как я услышала твой смех, и мне он очень понравился. Я подумала, о, классный был бы друг слышать такой смех, да? Ну, в последнее время я не очень его услышу, конечно. Опять сейчас. Вот. Ну, и, конечно, было бы много чего рассказать, и как мы приезжали в Москву, и ходили по Красной площади, и нифига не знали, чей памятник стоит. Помнишь, как мы познакомились? Да. Ну, в общем, я вот так представляю. Ладно, дальше. Мы слишком задержались на этом вопросе, но он очень интересный, и я на самом деле буду рада, если будут комментарии, кто вот что представляет. Это на самом деле очень интересный комментарий, и я уверена, Макс будет читать и на своем, и на моем канале, и он тоже будет вам отвечать, и я тоже. Так. Дальше. Значит, вопрос вот такой. Ой, о чем ты будешь сожалеть, что ты не сделал в своей жизни? Есть такое, что что-то ты не сделал, и ты жалеешь все-таки об этом? Ну, такого прям что-то вот по мелочам даже не хочется вспоминать. Но если, наверное, есть один момент, я, наверное, никогда об этом не говорил, что если у меня не будет детей, я, наверное, буду об этом сильно жалеть. Как бы время еще есть, но если не будет, то я буду об этом сильно жалеть. Потому что вот даже вчера я был у подруги, у меня выйдет скоро видео, у него просто такой сынок. Вот знаешь, бывают дети боятся. А он еще сел в машину, он сказал, привет, Макс. И все, такое ощущение, что мы знали друг друга всю жизнь. Ты считаешь, что ты смог бы воспитать сына или дочь, и как бы ты воспитывал его, вот что бы ты делал? И понятно, что тебе пришлось бы вообще уйти с работы, ты должен посвятить себя этому ребенку, да, и как бы ты должен ночами спать, днем ты должен, как говорится, не такая жизнь, как сейчас у тебя. Что бы ты вот привил своему ребенку, допустим, ну, до семи лет? Вот как ты думаешь, что самое главное, привить ребенку до семи лет? Потому что говорят, до семи лет именно прививается, а говорят даже еще раньше. Да, ну, мне трудно сказать, у меня не было опыта, чтобы... Ну, ты же видишь других детей, вот что тебе не нравится в других детях, и ты говоришь, вот такой бы ребенок у меня не был. Ну, сейчас дети, конечно, сильно избалованы. Хотя, даже будучи, при том, что родители абсолютно нормальные, вроде воспитываются, и с чем это связано, вот такая распущенность, развязанность, не знаю. Ну, наверное, бы какие-то вот... Ну, мне кажется, как-то все банально, там, типа, знаешь, ну, вести себя прилично, там, здороваться, там, руки помоя, какие-то такие азы, наверное, как это называется, да, не знаю. Ну, а, допустим, если ты в магазине... Я бы старался, как бы, как меня мама воспитывала, хоть я и был непослушный, но, наверное, я бы тоже старался бы как-то. Ну, вот, как ты относишься к тому, что ты стоишь в магазине, и ребенок, который просит игрушку, катается по полу с истерикой, купите и все. Вот он тебя очень сильно раздражает, ты не можешь даже смотреть, тебе его жалко, или ты думаешь о том, что, ну, возможно, мама не права в чем-то. Как вот, как ты реагируешь на такое? Я бы не стал бы покупать игрушку точно. Тебя бесит? Конечно, конечно. Ну, подожди, ведь такой поступок ребенка, это уже следствие чего-то. Ну, он такой не рождается. Да, поэтому тут, конечно, нужно изначально его было воспитывать, и иногда, мне кажется, жестко. Какими-то там наказаниями, я не знаю. Ну, ладно, на вопрос ты ответил мне, короче, 50 тысяч в вашем аккаунте, как Лера Кудряцева скажет. Скажи мне вопрос, а пользуешься ли ты чужими советами? Да, не всегда, но бывает. Ну, ты часто просишь советы у людей, или ты все-таки делаешь все самое? Я спрашиваю мнение, а делаю по-своему. Но иногда нет, иногда прислушиваюсь, бывает, не всегда. Может быть, не сразу это могу осознать, признать, а потом со временем думаю, что, блин, да, вот. Надо было так делать. Бывает такое. Да, да. Еще один вопрос. А ты быстро обижаешься? Да, но я и отхочиваю. А как, если ты быстро обижаешься, то что, перестаешь разговаривать, допустим? Я-то знаю ответ. Ну, да, подожди, если обиделся, то, конечно, перестаю общаться. Но я отхочиваю. Это сто процентов. А если ты отхочивай, то ты первый позвонишь, или ты не позвонишь первый? Могу. Я не помню, я тебе звонил или нет. Ты такая хитрая, ты все вопросы переводишь на себя. Конечно, потому что вопрос уже к тебе, я тебя знаю. Если бы твоя жизнь была фильмом, тебе бы интересно его было смотреть? Как ты думаешь? Ну, я думаю, да. Ну, какие моменты в этом фильме были бы такие очень интересные? Да, вся моя работа, это прям сплошной кинофильм, сериал какой-то. Конечно, интересно. Если я это сейчас даже показываю в Ютубе, и людям это интересно, то почему бы у меня было? А как ты ездил в Америку и жил шесть месяцев? Это интересный эпизод? Не шесть, а девять почти. А, девять. Конечно, это опыт. Я, блин, я так жалею, что я тогда не снимал видео. Просто вообще, мне такая прямо жаба внутренняя душа. Какой идиот, блин. У меня столько было времени там показать и рассказать. У меня уже был тогда канал, но я не разговаривать, не снимать, не монтировать, не выкладывать ничего не умел. Окей. Ты тогда, помни, мне из Америки же, ты мне позвонил, мы с тобой познакомились. Ты в Америке еще был, не? Да, да, да. Я тебе сказала, дело. Я даже помню, в какой квартире, в какой доме, в какой комнате, как я сидел, и в этот момент прям очень хорошо. А я помню, я тоже сидела на резиновом матрасе, я же у портного тогда была, на резиновом матрасе, в комнате, которую я снимала, учила там, это тестеры, на тестеры, и мы с тобой разговаривали. Скажи мне вот такой вопрос. Когда люди с тобой говорят, ты их действительно слушаешь? Бывает такое, что тебе люди что-то рассказывают, а ты где-то очнулся и смотришь, а он до сих пор? Бывает, бывает. Да, мам? Потому что говорят, самый интересный собеседник, это тот, кто умеет слушать. Вот ты будешь говорить собеседникам, он будет тебя выслушивать, и он хоть слова не скажет, но он покажется интересным собеседником, потому что он дал тебе возможность сказать о себе. То есть, бывает у тебя такое, что человек говорит, говорит, и ты раз о чем-то уже пошел думать. Ну, даже не с мамой, а вообще, да? У меня тоже так бывает. Бывает, 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 конечно. Сколько часов в неделю примерно? Ну, давай, нет, сколько часов в день ты проводишь в интернете? Только даже можно открыть айфон и посмотреть статистику. Ну. Там же есть статистика. А, Слава, написано сколько часов? Я даже не знаю, где это смотреть. Конечно, еще все социальные сети, где больше всего. Я не знала, где это смотреть. Отчет приходит раз в неделю в воскресенье. Покажешь мне потом, где? В воскресенье очень много, это плохо. Ну, я честно признаюсь, вот никто не может, наверное, там, не буду говорить, кто в моем окружении. Постоянно мне делают замечания, будучи сам, сидя в интернете. Я зависимый, это факт. Я признаюсь. Скажи, а держишься ли ты за что-то вообще часто, что уже давно позади, а ты все держишься, все помнишь? Или бывает такое у тебя, что ты не можешь отпустить? Чего касается? Смотри, от чего. Да хоть чего. Так, ну, бывают какие-то такие, да, моменты. Бывают, да, сто процентов. Даже если прям сильно глобально брать, то есть момент в моей жизни, что до сих пор держусь. А вот как ты думаешь, плохо ли воровать, чтобы накормить голодного ребенка? Думаю, что нет. Ты бы этого понял? Я бы это понял, но если, конечно, совсем никакого выхода нет. Мне кажется, попросить по-человечески, смотри, ну, как, все зависит от ситуации, где, как, попросить, может быть, люди помогут и так, может быть, не стоит и воровать. Скажи мне, а в чем ты когда-то сдался и опустил руки? Было такое? Сдался и опустил руки. Нет, я не припомню такую. То есть ты... Я и не брался, я и не брался ни за что особо. Never give up. Как? Never give up. То есть никогда не останавливаешься. То есть у нас, Трамп так говорит, never give up. То есть никогда не опускайте руки и никогда не останавливайтесь. Вот смотри, да, даже брать тут YouTube по большому счету, сколько, уже 4 года. Один раз я опустил руки. Не то, что опустил, а в прошлом году, в начале лета, я просто молча ушел почти на месяц. Никому не говоря. Просто, знаешь, когда... Видимо, это все было связано из-за этого карантина. Каждый день ты снимаешь, снимаешь, снимаешь. Ни о чем. Потому что мы дома все сидели. И я так перегорел, что я просто в один день все сказал, больше не могу, не хочу. Думал, что не вернешься, но вернулся, да? Нет, я просто думал, что я отдохну, просто я не знал, насколько это затянется. Ну, где-то почти месяц я сидел. Я просто кайфовал, гулял и ничего не делал. Там, конечно, все переживали за меня, куда я пропал. Но мне нужно было так немножко отдохнуть. Ну что, мы начнем с тобой на вопросы отвечать. Было-не было. Да? Было-не было. Я вам сейчас всем скажу. Было-не было. Это вообще такая рубрика. Такая рубрика есть, она на Ютубе, где вообще задают очень быстро вопросы разного типа звездам. И звезды говорят, да, нет, было-не было. И, естественно, если какой-то вопрос меня заинтересует, на котором скажут, да или нет, я, естественно, скажу, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А может быть нет. Подробнее. Да. Так, первый вопрос. Пользовался ли ты женским туалетом? Да. Занимался ли ты любовью в машине? Неполноценно, скажем так. Быстро надо отвечать. Было ли стыдно за свой поступок? Да. Разглядывал ли ты то, что наковырял в носу? Да. Обманывал ли ты друзей? Да. Был ли ты на грани смерти? Нет. Ну, если, я не знаю, операция, это же не на грани смерти. Было ли желание избавиться от тату? Нет. Ел ли ты еду, упавшую на пол? Конечно. Так. Жалел ли ты, что ты не остался в Америке? Нет, не жалел. Брал ли ты взаймы и не возвращал? Нет. Мне прощали, и я не возвращал. Пукал ли ты во время секса? Да, я не помню. Вот эти вопросы-то люди не могут никак ответить. Ел ли ты шурму на вокзале? Постоянно. Напивался ли ты до потери сознания? Да, в лагере в Пионерском. Давил ли ты прыщи? С утра. Грыз ли ты ногти? Каждый день. Лазал ли ты по чужим карманам? Да. Ну-ка, ну-ка, расскажи, по каким? Подожди, разные карманы. Мне Хизри скажет, что иди возьми у меня в кармане, там лежит карточка. А в детстве у родителей? По-моему, что-то было такое, какую-то мелочь. Мелочь. Да, мама, мне потом вспомнят. Подожди. Если тебе Хизри сказал, возьми, это не лазанье по карманам. Лазанье по карманам, когда Хизри тебе не сказал. Это правда. Нет, подожди, ты вопрос задала, лазил ли я по карманам. Ну, это понятно, что лазил. Самовольно лазил или не самовольно? Конечно, лазил. Воровал ли ты клубнику в детстве по грядкам? Конечно, это вообще любимое занятие было в 5 утра. Ел ли ты ночью, пока все спят и никто не видит? Но у тебя некому смотреть, ты один живешь. Ну, когда с кем ты тоже живешь, когда ты, да, конечно. Были ли у тебя проблемы с деньгами? Постоянно. Объедался ли ты до усеру? Да, когда вот раньше-то всегда. А до усеру это что значит? До усеру это значит, вот ты лежишь и уже дышать не можешь. Подожди, да у меня, кажется, до усеру это когда ты обосрался. Ну нет, до усеру это когда вот прям ну все, вообще, ну никуда уже не дышать, не пухнуть. Конечно, раньше, когда был желудок у меня нормальный, человеческий. Причем я помню, он мне позвонил, говорил, Наташа, ты не представляешь, сколько я сегодня съел. Слушай, я тебе расскажу, сколько я съел. И он лежал, и прям вот я помню, у тебя такое было лицо просто вот несчастное, что ты не знаешь, как будто ты в болоте в каком-то, и тебя прям заставили это есть. На самом деле, когда вот в таком состоянии, это очень тяжело, когда объедаешься. Да, да. Так. Испытывал ли ты испанский стыд? Часто. Постоянно мне стыдно за некоторых людей. Хотя ты этого не делаешь, да? Да. Ощущение, как будто ты сам это делаешь. У меня испанский стыд очень часто бывает за Винсента, вот ты не поверишь. И знаешь, когда? Когда мы с ним идем в магазин, и, ну там, допустим, в ювелирный магазин мы пришли, да, просто посмотреть что-нибудь, да, интересно, может, там мимо идем. И вот продавщица, и он начинает с ней разговаривать, и я вижу, что ей надо работать, у нее другой клиент, говорит, а он ей будет рассказывать, где он жил, какой у него дом, там, это, это. Я говорю, Винсент, пойдем. А она из-за приличия с ним разговаривает, а он по 33-е поколение про внуков, про детей, там, про... И я вижу, что у нее клиент стоит. Мама, мама, ты слышишь? Ты где-нибудь, мне кажется, ты тоже в курсе. И он, я вижу, что клиент стоит и ее ждет, она вот так вот Винсента слушает и его смотрит, а он говорит и говорит, пока я уже его... Вот это мой испанский стыд, я всегда его ругаю, говорю, «Неужели ты не видишь, что человеку надо работать?» Ну, в общем, вот так. Встречался ли ты одновременно с двумя? Нет. Списывал ли ты в школе задания в туалете? Да. А комплексовал ли ты насчет своей внешности? Конечно. Это когда... Поводы были для этого. Для похудения, да? Да, конечно. А сейчас уже не комплексуешь. Ну, мне кажется. Ну, сейчас ты сам себе нравишься. Ну, да. Звездун, звездун. Так. А боишься ли ты поправиться? Да. Ходил ли ты по маленькому в океане? И в океане, и в душе, и в ванной, везде. И в бассейне? И в бассейне. Подожди, ну... Ну, да. Надевал ли ты дырявые носки? Да. Ну, не специально. А снился ли тебе какой-нибудь сон со знаменитостью эротической? Да. А с какой знаменитостью? Не помню. Ну, я помню, что этот момент был такой какой-то, думаешь, господи, вообще... И такой реальный сон ты просыпаешься, думаешь, ну, фига себе, как повезло. Переспал. А пробовал ли ты собачий корм? Собачий? Конечно, тоже. Но консервы, они вкуснее, чем наши. С пивком. С пивком. Нет, но у меня очень вкусные консервы. Я и кошачий пробовал. Так. Подкладывал ли ты вату в какие-нибудь детали своей одежды? Нет. Нет. Потому что если ты женщина, ты пизгальтер кладешь, а мужчины, я ж не знаю, думала, вдруг они это делают. Ну, там тоже можно подложить кошку. Делают? А делают так? Ну, в обычной жизни, наверное, нет. Для сцены, может быть. Ну, для сцены, да. Делал ли ты когда-нибудь омолаживающие уколы? Нет. А мужчины не делают? Ну, видимо, уже пора. Да ладно. Боже, как. Путин. Утро китайской деревни. Ну да, Путин, он молодо выглядит. Так. Любуешься ли ты собой в зеркале? Ну, не так, что прям утребоваться мне. Посмотрел, все в порядке и вперед. Подделывал ли ты чью-то подпись? Всегда. Я был мастер по этому делу, и ко мне все приходили. И в школе, и в училище. Офигеть, да ты что. Я профессионал был, это правда. А чьи ты подписи подделывал? Я, во-первых, везде был, и в школе, и в армии, и в училище. Я был, как это, Песарчуком таким, знаешь. У меня почерк красивый. Я всегда в дневники журналы вел. И ко мне все обращались за подделкой под подпись. Это легко. Ну, а ты мог поставить пятерку в чем-то дневнике и от учительницы расписаться? Да. Даже. А что так тебя удивляет-то? Ну, я не знаю, я бы испугалась просто. Так. Забывал ли ты день рождения близкого человека? Насколько близкого? Близких родственников нет. Я даже близких родственников. Друзей близких тоже нет, да нет? Да. У тебя записан, что ли, в телефоне? Потому что я очень часто делаю. Я даже, знаешь, иногда, не иногда, я некоторых своих школьных подруг и друзей помню, когда даты. Обалдеть. Да. Покупал ли ты дорогую вещь, которая потом вообще не пользовалась? Да, да. Это из-за одежды было. Покупаешь и думаешь, надо. А вот, подождите, что ли, недорогая, что ли, за сколько я у тебя ее купил? Стабилизатор? Да. Ну, не нужно, я же ни разу не продал. Ну, я же тебе ее в половину меньше продала. Она недорогая. Да? За 100 долларов. Она же дорогая, по факту. Ну, да, да. Так. Однух ты ее продал, по-моему, да? Да, я ее продал. Тебе говорили, что ты хозяин вообще никакой из тебя, никакой. Когда ты готовишь или что-то, что ты ничего не умеешь. Вот что-что, мне это никогда не говорили. А хранишь ты или ты вещь, в которую ты мечтаешь влезть? Ой, думаю, наверное, у тебя нет таких вещей. Ты же только что пришел от... Нет, 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 раньше были. Вот жалею, на самом деле, не надо было. У меня одна кофта и была... А у тебя остались брюки после того, как ты похудел? Или это какая-то футболка? А у меня же видео есть, примерка одежды, там вот такие вот у меня штаны были. Ну, а ты можешь принести сейчас футболку, которая у тебя раньше была, или у тебя сейчас нет такого? Какую-нибудь вещь. Покажи. Даже сейчас попробуем. Подожди. Ведь не все знают, что ты так похудел. Слушай, ну, я же все раздал. Вот единственные шорты нашел. Видно? О, посмотрите, он в одну штанину влезает. Вот можно вот в одну вот так. Мы даже такое видели. А по размеру, какие вот, если по цифрам, какой у тебя был размер и какой стал? Ну, 2XL, а сейчас ML. М? Вот, наверное, единственные шорты. А что ж ты раздал? Надо было оставить на память какую-то... Ну, я людям раздал. Я прошу... Я когда на карантине вообще все вещи собрал, я поехал, там отдал с каналу «Слово пацана». Там Серега есть такой, он помогает всем. Я ему все поддал. Понятно. Так, немного осталось вопросов. Тебя беспокоит вообще то, что о тебе думают другие? Да. Если бы не беспокоило, я бы, наверное, так не переживал. И в Ютубе вот это не заморачивался. Комментарии, да? И не читал бы вообще бы эти гадости. Иногда завидуешь людям, которые абсолютно не запутали. Да, я таких людей знаю, которые вообще не читают. Вообще. Я говорю, да ты что? Он говорит, да, я говорю, да зачем? Я этих людей не знаю, почему я должен слушать и переживать. Да, да, да. Я нет, к сожалению, да. Веришь ли ты в приметы и суеверие? Практически нет. Вообще не люблю всю эту историю. Но так, какие-то приметы, может быть, да. Ну вот, допустим, перед тем, как ты поедешь, ты садишься? Да. Да. Ну, это вот, я тоже это делаю. Прочитаю даже, типа, так, отче наше, там, что-то про себя пошепчу. Пожелаю хорошей поездки. Приземлился, взлетел. Хороших там либо отдохнуть, либо поработать. Про себя так все проговорю. И когда возвращаюсь в квартиру, если что-то забыл, показываю язык и улыбаюсь в зеркало. Классно. Волновался ли ты когда-нибудь, что от тебя плохо пахнет? Да. Конечно. Ну, это когда спотел, наверное, да, или что-то так? Ну, да, да. Плачешь ли ты когда-нибудь во время фильма? Постоянно. Ну, вот видите, вот за это я его и люблю. За то, что он как американец, такой очень сентиментальный. У меня Винсент часто, когда мы смотрим что-то. А ты когда-нибудь симулировал болезнь, чтобы куда-то не идти? Да. Куда? Это было и в школе, и где-то еще это было. Градус, как я вот так вот градусник делала, чтобы мне температуру нагнать. В школе я делал градусник, знаешь как? Я его к батарее на секунду. Он прям вот так вот. А, нет, а я просто постучу так заднее, и он у меня чук-чук-чук. Да? Да. И меня даже один раз я настукала так температуру, что у меня мама не могла понять, почему температура у меня положена на обследование. Я помню, в больнице лежала как в санатории, мне так нравилось. Меня обследовали, уколов мне не делали, не могли понять. А я каждый день температуру так набивала. Я недели две, наверное, лежала. Мне так нравилось вообще. Мне очень нравилось лежать в больнице, в детской, потому что там было много детей, там как лагерь был. Нас кормили, поели мы, бегали по коридору. Я помню это. Ничего себе. Да. Так, это не для тебя. Хотя могу тебе задать этот вопрос. У нас или ты утягивающее белье? Да. Да? Подождите, во-первых, смотри, а утягивающее белье это что? Ну, это чтобы не видно было складок каких-то там, я не знаю. Нет, я утягиваю, я на операцию, у меня есть фотографии, где я в колготках, специальные для операции. Ну, это да. А потом, когда я уже похудел, я пришел к Захарову, Андрею друг мой, и он мне подарил трусы, они, знаешь как, они такие шортами, и вот они вот насколько вниз, настолько же и вверх, чтобы вот все складки, их напяливаешь, и ты весь ровный, потому что все равно там где-то жиротчик какой-то есть, а вот они у меня есть, но я их еще не одевал ни разу, потому что она даже прямо вот так вот прет. Можешь мне их прислать, я буду наделать. А у меня их двое, кстати. Одни побольше, другие поменьше разберутся. Ну, мне которые поменьше же, конечно. Обменивался ли ты одеждой с противоположным полом когда-нибудь? Ну, может для шута. А как ты обменивался? Ну, там ты одевался, ты в женское, кто-то в мужское, кто-то в твою одевает, а ты в женское одеваешь. По какому случаю? Ну, я не знаю, может быть из-за смеха или что-то там. Да было, конечно, и не раз. Ну, так поржать, да? Да, да, да. Ну, в гостях у Зазы Наполи не померить парик, это знаешь, это просто смешно. И автографии такие есть. Я до сих пор мечтаю, если я приеду, ты меня к нему сведешь. Я очень хочу. Ты знаешь, как я его люблю, да? Так, стеснялся ли ты запаха изо рта? Да. Надеюсь, что у меня это бывает редко. Но потому что я очень сам чувствительный на запахе. Я всегда чувствую у кого что, как пахнет. Это прям такая проблема для меня. Зачем я все это чувствую и слышу и вижу? У меня очень часто. Как собачка прям. Да, да, да. У меня такой нюх, прям думаешь, блин, неужели ты не чувствуешь, как от тебя пахнет? Скажи, важно для тебя, чтобы у тебя была чистая обувь? Очень, очень, и машина, чтобы чистая еще была. То есть ты никогда не пойдешь, там взял отдел корсовки со вчерашнего дня, засохла грязь там или что-то? Никогда. Я проверю, если она грязная, обязательно поможем. Ты приходишь домой и сразу моешь обувь или утром? Нет, нет. Если сильно грязная, то да, а так нет. Но я проверяю. Если там просто запылилось, то я просто протру пыль. То есть у тебя не бывает такой обуви, как у Гоши Гоги? Помнишь фильм «Москва слезам не верит», где она познакомилась с ним в электричке и посмотрела на его ботинки? А я его не смотрел целиком, кстати. Ну ладно, тогда. Так. Отправлял ли ты пикантное фото кому-нибудь по телефону? Дзюби. Это же он на меня там смотрел. Да, когда он тебе ответил. Ну, что-то такое было там когда-то по молодости. Мучила ли тебя совесть когда-нибудь? Да. Орал ли ты на кого-нибудь по телефону? Да, на тебя. Иди на меня, между прочим. Никогда. Неправда. Никогда. Ты прямо из меня какого-то делаешь, и ты прям святая сидит. Ну и правда, я никогда ни на кого не кричу, на самом деле. Я могу кричать размер. На повышенных тонах разговаривала. Так. Никогда не кричу. Да-да, святая сидит, ага. Были ли у тебя проблемы с законом? Да. Особенно, знаешь, когда... Я, по-моему, даже рассказывал эту историю, я не знаю. Папа у меня очень любит ее вспоминать. Мы украли коляску, а она оказалась... С ребенком. Нет. Причем коляска оказалась старая, вообще уже никто на ней не ездил, все уже дети выросли. Но она оказалась, по-моему, хозяин, это начальник то ли городка, то ли штаба нашего какого-то там прям шишка какая-то. Тут меня там прям вызывали в милицию, там все, родители все. Господи. Ты мне напомнил эту девчонку из фильма «Эти странные взрослые», где она кровать сдала металлолом чужую. Помнишь? Помнишь такой? Блин, ну как ты можешь не смотреть этот фильм? Там девчонка похожа на меня, вот копия, я прям смотрю, как будто это я в детстве. А Маргарита какая-то Сергеевичева, по-моему. Не помнишь это? Нет. Ну ладно. Дальше. Долго тебя еще будешь мучить, а? У меня осталось вопросов семь. Ходил ли ты когда-нибудь без нижнего белья? Да. В Америке, кстати. Ты же знаешь, как там, вот чем мне не нравилась Америка, Майами. Я вот как, я вообще люблю спать, признаюсь сейчас. Многие любят спать голыми. Терпеть не могу голым спать. Но мне должны быть обязательно либо шорты, либо трусы и футболка. Даже в Майами в жаре. И я вот как вставал, в чем спал, так тапочки и сланцы так одевал пальцами и шел в магазин. Вот это меня всегда бесило. Потому что здесь, это выход из дома, это целые прям спыти. Да, да, да. Нет. Ты спаешься и все. А в Америке тебя никто не смотрит, ты никого не смотришь, ты никому не можешь. Никому, да. Ты когда-нибудь похмелялся огуречным рассолом? Да, по-моему, да. Он работает вообще? Я никогда этого не делаю. Нет, просто он вот так, вот я думаю, что для меня не работает ничего. Для меня тут похмелье может пройти время. Да, вот я тоже. Мне ничего не помогает. Мне ничего не помогает. Но просто попить, удалить жажду, это прикольно. Кефир там или рассол, что-то такое. Качели на морозе железные лизал в детстве? Не качели, а забор. У нас там елка была. Железный? Да. А, нет, не качели. Столб был. Язык приклеился? Да, да, да. Это так страшно, я до сих пор помню. Да, да, да. А что потом, у нас ведь как-то язык, потом как-то кровь вышла потом из языка, да? Кровь шла, да. Дирал я там как-то. Ужас. А главное, зачем мы это делали, ты не знаешь? Это же не случайно, это же специально. И все это делали почему-то. Да, да. Я тоже не знаю, кстати. Сидел ли ты когда-нибудь на сайте знакомства? Конечно. Конечно. Серьезно? Да. Знакомился? Это у вас там? Ознакомился? Наоборот, у нас здесь очень это развито, да? Да. Конечно, ознакомился, да. Ну, удачно, нет? По-разному. Так. Ну и последний вопрос. Казалось ли тебе, что ты понимаешь животных? Вот понимаешь, что он говорит. Ну, у тебя Тоша есть? Ой. Он мне так, мне вот видео записал, тоже скоро выйдет, как он песни поет. Какой он хорошенький. Какой он легкий. Я как сейчас помню, его держал на руках. Такой. Такой. Не, иногда все-таки нет. Наверное, быть лукавством сказать, что я понимаю. Ну, так, иногда, конечно, я понимаю, что он просит пожрать. Это понятно дураку. Но порой я его не понимаю. Думаю, ну, что ты хочешь Тоша? Ну, что ты бегаешь-то вокруг меня? Сыночек. Мне очень нравится у твоего друга, у знакомого, вот этот фунтик. Ой. Да. В принципе. Я не понимаю даже вообще, как можно вообще воспитать. Я тоже не понимаю. Я даже не представляю. Он говорит, конечно, что это занятие, что он занимается. Я считаю, что это, конечно же, его усидчивость. Ну, времени занимает много. Но я считаю, что и собака необычная. Такая, наверное, много делась. Да. Которая просто поддается дрессировке настолько, как ни к целу другую. Последний вопрос у меня, кстати, к тебе. Это уже от меня. Что ты думаешь о нашей общей подруге Лора Сибирячка? Трак-драйвер. Я бы, конечно, включил бы сейчас сообщение. Я хочу ей привет, во-первых, передать. Лора, привет тебе, дорогая. Она мне во время нашего разговора, она прислала мне смайлик. Потому что я ей записал 30-секундное видео, где я сказал, Лора, как же тебе идет ругаться матом? Каждое видео шедевр. Вот как ни странно, что вроде как бы, да? Но я считаю, что матом это умение ругаться. Не всем это идет. Она вкусно ругается. Ой, как вкусно, боже. И ты этого не замечаешь, тебе не противно. Шедевр просто. Не режет ухо, потому что бывает так погано, прям аж фу. Да. Господи, я вот, ты знаешь... Бывает грязно, а вот это вот как-то вкусно. Да. Я не могу понять Ютуб. Вот объясни мне логику. Всегда все говорят, Ютубу нужна жесть. Нужен хайп, нужны скандалы, интриги, какой-то трэш. Но она же ходячий просто фрик. Да это просто Афаина Раневская, ты понимаешь? Да. 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 Она и с матом. У нее и контент жесткий. Она и послать может так, что, блин, мама дорогая. Почему у нее нету даже 100 тысяч? Ну что это такое? Ну будет, будет. Мы обязательно ее продвинем. Я ее очень люблю. Она такая... Я не знаю. Мне она очень нравится. Мне вот там многие писали, типа, ой, как ты можешь? Да еще как могу с удовольствием. Конечно, обожаем вообще. Лора, мы тебя обожаем на самом деле. Поэтому меня в этом плане не переубедить. Я знаком лично. Мы с ней сдружились на фоне нашей общей беды, как она мне сказала. Мы же инвалиды. Похудели оба. Да, да. Мы оба похудели. Причем оба такие стали красивые, что она, что он и что Макс. И мне, конечно, мне очень нравился ты до этого. Лору я не знала до этого. Я видела видео, но Лора, конечно, она... А какая у нее мама. Ну, мама это вообще... Вот это мне повезло у нее побывать в прошлом году. Боже. Блин, вообще... Теперь понятно, в кого она такая. Мама просто вообще, как это, палец не клади. Сразу тут же откусит. Такая вообще. Да. Ну все, Макс, мы с тобой поболтали и мы переходим ко мне на канал. Да, я так понимаю, это у тебя будет. Я не знаю. Такое длинное видео у меня будет? Ну а что, давай у меня, если хочешь. Я не могу понять, как нам разделить, честно. Ну если ты же... Ты же хотел, чтобы у тебя на канале были твои ответы. Ты же мне сейчас отвечал на все на это. Думаю, что... Ну у тебя там еще интервью было. Ну так и что? Так ты же отвечал на это интервью. Поэтому... А у меня сейчас не будет для тебя интервью. Ну и что? Так ты поставишь это на новый канал, чтобы люди знали тебя. Ох... Видите, опять мы делим шкуру неубитого медведа. Еще не убили, непонятно, к кому шкуру понесем. Ну прям сразу начинать можно или что? Я сейчас хочу выключить и мы начнем следующее. А, прощаемся, да? Да. Прощаемся, но мы не знаем, у кого окажемся. Да, да. Поэтому я вообще не понимаю. Но в любом случае, мне кажется, вот это вот... Вот то, что сейчас было до этого, было весело. Было весело, все. Всем пока. Будем ждать ваших комментариев, как вам понравилось наше интервью. И вообще, очень многие уже заказывают опять сделать нам с тобой какой-то клип. Ставьте лайки, комментируйте. Клип, который мы с тобой сделали. Ставьте к твоему вопросу, что ты сказал бы на похоронах, я бы сказал бы, ставьте лайки и комментируйте. И не забудьте нажимать на колокольчик. Да, да, да. И ссылка донат на похороны шлить. Донаты на похороны, да. Все, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok